Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня в нашей рубрике «Хронология» мы будем обсуждать теплоснабжение города Одессы. Это коммунальное предприятие, которое сейчас возглавляет директор Анна Познякова. Добрый день. Сразу же первый вопрос. Вы стали исполняющей обязанности директора КПТГО еще год, ну почти год назад. Скоро как раз будет ровно год. Можете рассказать, что вы встретили, когда пришли именно на этот пост? С чем вы столкнулись? Что вы увидели, в каком состоянии предприятия? В чем я столкнулась? Я столкнулась с абсолютно пустыми складами. У нас не было запасов ни топлива, ни материалов, никаких вообще. Не было ни труб, ни подшипников, ничего, с чем можно было бы работать. Это, как говорится, уже было в разгар отопительного сезона. Я столкнулась с 84 арестами на расчетный счет на сумму 1,2 млрд. Это полностью блокировало ведение хозяйственной деятельности. Это означает аресты на расчетный счет, который накладывает исполнительная служба. Это означает, что ни копейки денег, ни гривну, ни 10 гривен, ни миллион нельзя потратить с нашего текущего счета. То есть деньги все под ноль списывались в счет погашения кредиторской задолженности. Столкнулась с полной апатией и безразличием сотрудников, причем с нехваткой кадрового состава, потому что в 2019 году были достаточно длительные задержки по выплате заработной плате. Множество телеканалов об этом говорило, люди по 2-3 месяца сидели без зарплаты, из-за чего люди, безусловно, увольнялись, искали другое место работы, потому что им надо кормить семьи, им надо содержать своих детей и возможности ждать, когда выплатят зарплату через 3 месяца у многих не было. По сути предприятие разорялось, как и на многих других предприятиях. По сути предприятие фактически стояло на грани банкротства. Плюс мы столкнулись с тем, ну с огромным количеством, как говорится, я называю их просто паразитами, которые паразитировали на этом коммунальном предприятии. Вот я как депутат там в прошлом созыве неоднократно тоже задавалась вопросом, куда же уходят деньги. Зачастую деньги уходили, то есть имея огромный штат сотрудников, штатное расписание, порядка 3000 человек, многие из работ заказывались на стороне, потому что за последние годы были уничтожены, просто в прямом смысле физически уничтожены многие цеха, допустим, по ремонту поверхности нагрева котлов, электролаборатория, стенд диагностики, этого ничего не было. Это все было разобрано, уничтожено и все это покупалось по, как говорится, совершенно другим ценам в сравнении с тем, что мы могли делать сами, имея достаточно квалифицированный персонал, имея все оборудование. Столкнулась с тем, что техника в транспортном цеху, она вся была выведена из строя, практически ничего не работало, отсутствовали крановщики. Крановщик сегодня на рынке достаточно высокооплачиваемая профессия, которая требует большого труда, точности управления столь крупногабаритной техникой, и у нас их не было. То есть предприятие находилось на грани банкротства, в разрухе и апатии. Это то, с чем мы столкнулись. По сути, предприятие, которое занимается отоплением всего города, задумывалось же как то, которое будет даже прибыль приносить и, собственно, развиваться за эти деньги, которые оно принимает. При этом финансовая поддержка за 2019 год составила уже 700 миллионов гривен за счет городского бюджета. И в этом году эта сумма немного снизилась, но это все еще 650 миллионов примерно. Снизилась, безусловно, учтите, что 2019 год был худший год в истории предприятия. То есть по всем финансовым показателям это был год, хуже которого не было. Это убытки на сумму 670 миллионов, это огромное количество арестов, это сумасшедшая кредиторская задолженность, это огромная сумма просроченной дебюторской задолженности, сумма просроченной дебюторской задолженности, это долги населения, которые просрочены, которые свыше трех лет, порядка 400 миллионов, которыми никто не занимался. И все это, безусловно, это тариф, который не пересматривался на тепло с 2016 года, несмотря на рост газа. Особенно это был достаточно сильный рост в 2017-2018 году, и тариф при этом не менялся. Это все привело к тому, что тариф покрывал только на 63% себестоимость производства тепловой энергии. То есть вдумайтесь, 63% это означает следующее, что за каждую гигакалорию мы доплачивали населению еще 500 гривен. То есть фактически предприятие работало себе в убыток, отсюда и миллионные дотации на покрытие именно этого несоответствия, потому что тариф был экономически необоснован, предприятие работало в убыток. Мы покупали тепловую энергию у Одесской ТЭЦ, которая своевременно пересматривала тарифы по 1400 гривен, а населению продавали по 1200. Это огромная финансовая дыра, из которой за один год выйти невозможно, но тем не менее нам удалось, во-первых, остановить этот процесс стагнации, во-вторых, мы сейчас развернули все эти процессы в другую сторону. Мы сократили за этот год убытки, мы сократили задолженность перед поставщиками, мы из 84 арестов сняли 82, мы погасили 900 миллионов долгов перед поставщиками, мы сократили количество арестов и сумму, на которую наложены аресты, то есть нам на сегодняшний день необходимо погасить одну десятую часть примерно от того, что было год назад. Это даст возможность ввести нормальную хозяйственную деятельность, использовать свой текущий счет для оплаты всевозможных товаров, работ, услуг, материалов, которые мы используем, потому что сегодня мы не можем оплатить даже концтовары. Отсюда как раз и на следующей неделе я как раз представлю в Департаменте городского хозяйства свой отчет годовой, на цифрах, пользуясь случаем, мы ваш канал приглашаем, на цифрах покажем динамику, начиная с 2016 года, как накапливались убытки, как они нарастали, и как в 2020 году эта динамика пошла на спад. Поэтому я не могу сказать, что мы полностью погасили, долги уже вышли хотя бы в ноль. Нет, это еще достаточно долгий процесс, и в этом году его затормозило отсутствие ряда нормативных актов, как, например, закона 2458, который не позволил, несмотря на то, что в начале года мы привели свой тариф к экономически обоснованному, НКРЯ нам пересчитала тариф, повысив его, мы не смогли его применить, потому что из-за законодательной коллизии, из-за отсутствия одного закона, все теплоснабжающие предприятия в Украине в этом году несли убытки, потому что, к сожалению, Верховная Рада не нашла времени за год принять один единственный нормативный акт. А вот это не тот, из-за которого в этом году, ну или похожая ситуация в этом году, вот сейчас произойдет в январе, из-за повышения цен на газ, было объявлено, что отопление тоже подорожает примерно на 23%. Но вы обратились к депутатам Верховной Рады. Вот как раз эта речь и шла об этом законе, они приняли наконец-то закон, сейчас он находится на подписи у президента, ждем, он вступает в силу только после его подписи и опубликования, поэтому ждем принятия, и тогда мы уже сможем идти нормально. А если он в декабре его подпишет, то будут приняты эти изменения? Закон вступает в силу с момента его подписания, и в течение 30 дней после мы сможем уже использовать положение этого закона. То есть мы опубликуем соответствующую информацию на нашем сайте, мы согласно закону про житлово-коммунальные послуги уже разработали новые шаблоны договоров, сегодня у наших абонентов, согласно опять-таки закону про ЖКП, есть возможность выбрать тот вид договора, который они считают нужным, и начинаем переход на новые договора в соответствии с законом, и в порядке способом, который он предусматривает. То есть даже если повысится тариф на январь, вы сможете потом его пересчитать, если законно? Нет, нет, тариф вступил в действие 1 декабря. Но, еще раз подчеркиваю, это достаточно сложный такой юридический момент, нам по сути установили тариф на тот вид услуги, который используют сегодня только 7% наших абонентов, которые уже на новых договорах. Все остальные были, ну, мы не могли перевести всех остальных без принятия вот этого закона. Сейчас закон будет принят, мы перезаключим договора со всеми нашими абонентами, и тогда уже не будет вот этой коллизии, когда одним мы поставляем тепловую энергию, другим мы поставляем услугу по отоплению, то есть все уже будет, законодательство приведено в соответствие. К сожалению, с 2017 года принят закон про ЖКП, и вот 3 года это просто был какой-то законодательный провал и коллапс. Вы в своем посте как раз про это постановление упоминали, что там будет какое-то невероятное огромное количество платежек отдельных друг от друга. Ну вот как раз этот закон устраняет вот этот хаос, он выравнивает, да, убирает. Я понял. И, собственно, сейчас, ну, когда вы вступили в должность, в должность вы пообещали аудит. Он, я так понимаю, был проведен, и можете сказать вот вкратце, что он показал? Есть, если мы говорим про аудит, есть финансовый аудит, а есть, ну, назовем его так, технический. Финансовый аудит был проведен компанией Крестон, его заказывали еще до моего прихода на предприятие, у нас есть все их выводы, и фактически они совпадают сегодня с теми выводами, которые я могу сделать. Вторая же часть – это технический аудит, и он проводится в рамках разработки схемы теплоснабжения. Как раз вот аудит финансовый первым своим выводом рекомендовал разработать для нашего города схему теплоснабжения. Что это значит? Это не просто какой-то графический документ, это документ, который… Это стратегия развития предприятия на ближайшие 10 лет. Вообще центрального отопления в городе, ну и предприятия как основного поставщика данной услуги. Потому что без полной инвентаризации всех наших производственных мощностей, без полной инвентаризации наших потребителей, без учета развития города, то есть учитывается и генеральный план города, и план зонирования, все это вместе увязывается в один документ, который называется «Схема теплоснабжения города». Он разрабатывается, утверждается на уровне Кабмина, принимается на сессии городского совета и используется как перспективный план развития на 10 лет. Без этого документа невозможно привлечение никаких иностранных инвестиций, невозможно сотрудничества с такими финансовыми институтами, как ЕБР, ЕИБ, то есть западные, европейские, американские наши партнеры, они очень четко считают, во что они будут вкладывать деньги. Для этого нужно иметь как финансовое, так и техническое обоснование. И сейчас как раз мы над этим работаем. Мы начали в этом году разработку, провели тендер, начали разработку схемы теплоснабжения, выиграли как раз тендеры киевляне, те, которые делали подобные аналогичные документы для Киева. И, ну, правда, они, к сожалению, к своему счастью, стартовали два года назад, поэтому они уже получили готовый документ в этом году. Мы получим, надеюсь, к концу лета следующего года. Почему раньше так никто не делал? Последняя схема теплоснабжения нашего города датирована в 85-м году. Срок ее действия истек в 95-м году. И с 95-го года в нашем городе не было никакого перспективного плана развития теплосити. До тех пор, пока это, знаете, все существовало, пока были низкие цены на энергоносители, на газ, на электроэнергию, все это еще как-то работало. Когда мы перешли на рыночные цены, когда Украина взяла курс, да, там, на, ну, в свете соглашений с МВФ и другими международными институтами, цены на энергоносители значительно выросли. Поскольку наше предприятие является основным потребителем, одним из основных, там, ну, я не скажу сейчас, кто больше, Горэлектротранс или мы, ну, по газу, как говорится, альтернативы нам нет, по электроэнергии, наверное, все-таки Горэлектротранс. Мы являемся основными потребителями, поэтому, безусловно, все мероприятия по модернизации этого предприятия должны быть направлены прежде всего на снижение потребления энергоресурсов. Все мероприятия должны быть энергоэффективны. Тогда они будут быстро окупаемы. При нынешней цене газа все наши мероприятия, которые мы сегодня готовы предложить, там, в сроках окупаемости 2-3 года. Это очень быстрый срок окупаемости. И это позволит экономить достаточно до 70 миллионов гривен в год. Это существенные деньги, которые можно вложить в развитие этого предприятия. Говоря о модернизации и как раз о наших западных партнерах, вы сейчас заключили меморандум с USAID по поводу модернизации как раз сетей. Что будет модернизировано в первую очередь? Чего это объяснется? Не совсем о модернизации сетей. Мы заключили такой меморандум о сотрудничестве. Как раз первым важным пунктом является разработка схемы теплоснабжения. Потому что, как я уже говорила, это основная, это отправная точка. Без этого документа, в принципе, невозможно никакая модернизация. То есть, когда мне задают такой частый вопрос, а сколько денег надо, вот никто вам не скажет, сколько денег надо, до тех пор, пока не будет разработан и утвержден документ под названием схема теплоснабжения города. Потому что только он определяет перспективы развития, соответственно, и количество средств, которые необходимо вложить в модернизацию, ну и, как говорится, их источники. Когда он будет готов примерно? Как я уже сказала, где-то мы ожидаем к концу лета следующего года. То есть, в новый отопительный сезон уже можно будет говорить, что... Я не могу сказать, мы планируем закончить разработку его к концу лета. Дальше он пойдет на утверждение в кабинет министров, в городской совет. То есть, я не могу сказать, как быстро его утвердят эти инстанции, но, по крайней мере, мы готовы будем со своей стороны, где-то к концу лета. Давайте перейдем к тому, что, наверное, интересует жителей Одессы больше всего. Это, в первую очередь, почему не приходят к ним сейчас счета за отопление. Они очень волнуются по этому поводу, ну, большинство людей. Когда им ждать эти счета, собственно? Здесь я бы перефразировала вопрос. Вот я, безусловно, понимаю волнение наших абонентов, но я хочу успокоить и дать ответ. Самое главное, что, несмотря на все сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, сегодня в домах Одесситов тепло. Мы вовремя начали отопительный сезон, мы провели все подготовительные работы, и сегодня, несмотря, как говорится, на происки отдельных лиц, в домах Одесситов тепло. Мы не применяем к нашим абонентам никаких штрафных санкций за несвоевременную уплату. Мы понимаем, что здесь вины наших абонентов нет, поэтому мы не начисляем никаких ни штрафов, ни пений. Теперь отвечая на вопрос, почему не приходят. Не приходят по одной простой причине, потому что с 2008 года на предприятии как раз существовала вот так называемая схема, ну, я бы назвала это аферы. Расскажу сначала, да. В 2008 году коммунальное предприятие ТГО покупает, заказывает разработку и, соответственно, приобретает программу, которая занимает, так называемую биллинговую программу, которая занимается начислением, учетом начислений и оплат наших абонентов. Собственно, высчитывает, сколько должны абоненты. Безусловно, в этой программе ведутся все расчеты. Проходит всего лишь два года, и ситуация меняется кардинально. Появляется некий ФОП, который предоставляет авторское право на эту программу. На ту программу, которую заказывали по заказу коммунального предприятия два года назад. Ну, то есть чувствуете первое несоответствие. И тут же с ним подписывается договор на оказание услуг. По сути, коммунальное предприятие лишили собственного биллингового центра. То есть собственной программы. Она, вся эта программа, фактически, находилась под управлением третьих лиц, которые там по договору обслуживали это предприятие. Когда год назад мы столкнулись с данной проблемой, да, причем мы узнали о ней непосредственно от тех лиц, которые предоставляли эти услуги, потому что они были недовольны тем, что с ними там свыше года не рассчитывались. И был поставлен ультиматум. Вот если вы рассчитаетесь, мы тогда там продолжим восстанавливать. Мы, в свою очередь, начали поднимать документы и говорить о том, что ребята, позвольте, а за что мы вообще в принципе должны рассчитываться, если это принадлежит нам. Ну, люди решили, что они могут взять в заложники не просто предприятия, а там теплоснабжение, а целый город по сути. То есть действия этих аферистов, я по-другому не могу назвать, были направлены на то, чтобы вызвать общественное недовольство, общественный резонанс, что якобы вот там какие-то неумелые действия там нового руководителя, да, все здесь развалили, уничтожили систему. На самом деле, все было уничтожено 10 лет назад, когда просто предприятие платило за те услуги, которые по факту ему не были нужны. То есть это миллионы гривен? Это миллионы гривен за 10 лет, это там порядка 20 миллионов, которые просто растворились где-то на каких-то неизвестных счетах. Мною, как директором, было написано заявление об открытии уголовного дела. К сожалению, за год ситуация по расследованию не продвинулась. Мы столкнулись с полным безразличием наших правоохранительных органов. Мы сегодня даже ходатайствовали о проведении технической экспертизы. Полиция подавала запрос на документы на проведение экспертизы, потом через месяц их отзывала. То есть фактически дело правоохранительными органами не расследуется. Хотя все факты налицо, у нас есть все подтверждающие документы нашей правоты, у нас есть все технические, как говорится, налицо моменты, есть документальные. И это дело шито белыми нитками и, к сожалению, в определенных интересах третьих лиц оно не расследуется. И всем абсолютно все равно, что не просто предприятие несет убытки, а фактически город несет убытки, потому что город должен датировать это предприятие, поскольку оно было заведено столь, как говорится, безграмотными действиями еще 10 лет назад на ту дорогу, на которую сегодня мы вышли. Фактически 10 лет назад начался путь к банкротству этого предприятия. Это только один эпизод. Таких эпизодов было достаточно много и мы с нового года приняли решение пойти другим путем. Мы проанализировали все те работы, услуги, которые мы заказываем и отказались полностью от всех работ сторонних, которые, допустим, если мы что-то можем делать сами, то в этом году мы делаем это самостоятельно. Мы их сэкономили огромное количество средств, мы восстанавливаем разрушенные цеха, мы восстановили электролабораторию, мы сейчас заканчиваем восстановление лаборатории по ремонту котлов. Мы сегодня полностью получаем замкнутый цикл, когда мы можем и ремонтировать самостоятельно наше оборудование и осуществлять монтажные работы. И в этот отопительный сезон у нас только две крупные работы мы проводили тендер, отдавали на подряд, это работы по канатной, которые все слышали, и работы по улице Пастера. Это очень были масштабные работы, и здесь, безусловно, наших собственных сил бы на это не хватило. А все текущие работы, все регламентные работы, все, что связано с подготовкой отопительного сезона, с ремонтом нашего оборудования, все, что мы, согласно нашего устава, можем делать сами, сегодня мы все делаем самостоятельно. Это у вас сколько людей работает? Две с половиной тысячи. А если вы модернизируете, улучшите, восстановите цеха в полном объеме, ну, за несколько лет, допустим, сколько людей нужно будет, чтобы там работало? Больше? Или... Ну, я не могу сейчас сказать вам, что будет в будущем. Сегодня у нас фактически все свободные вакансии закрыты, мы работаем, у нас вовремя выплачивается заработная оплата, к нам вернулось очень много специалистов. Мы восстановили нашу технику транспортного цеха, у нас сегодня на ходу там, ну, фактически вся техника. Да, она требует обновления, да, нам нужна новая техника, но, по крайней мере, сегодня работает та, которая есть. И я считаю, что в этих условиях при арестованных счетах, при полном, как говорится, там, бездействии правоохранительных органов в той ситуации, в которой мы оказались, мы совершили невозможное. Поэтому, успокаивая там наших зрителей и наших абонентов, я могу сказать одно, что мы справимся и с этой ситуацией, и достаточно скоро вы получите счета и за ноябрь, и, соответственно, дальше придутся счета за декабрь. В любом случае, здесь нужно эту ситуацию пережить, и мы ее переживем. Ну, собственно, из-за этой ситуации и не работает электронный кабинет. Электронный личный кабинет, это, по сути, как сказать, обвертка. Да, не работает личный кабинет, сам по себе работает, не работает база, к которой он обращается. И, тем не менее, мы сегодня ведем работы над восстановлением, мы восстановили всю информацию, у нас есть информация по начислениям, по оплатам, то есть она не утеряна, мы ее всю собрали, но из-за того, что это достаточно кропотливый труд, это 260 тысяч лицевых счетов только по населению, это все заняло достаточно много времени. Да, и вот хотелось бы понять, собственно, датировать вас продолжают пока что? Нас будут продолжать датировать до тех пор, пока мы не выйдем, во-первых, не покроем убытки предыдущих лет. За этот год мы сократили убытки там свыше 100 миллионов, но еще 500 миллионов убытков остались. Поэтому до тех пор, пока мы не перейдем на новые договора, не покроем убытки и не сможем хотя бы выйти в ноль, к сожалению, будут датировать. Сегодня даже госбюджет должен нашему предприятию 500 миллионов гривен, которые никто не планирует возвращать. Мы обращались с этой инициативой в ассоциацию тепловиков, в ассоциацию городов, городской совет принимал там решение про Звернания. Просили, чтобы было принято на уровне Кабинета министров, потому что ситуация аналогичная нашему предприятию на всех тепловоснабжающих предприятиях страны. Мы просили зачесть этот долг госбюджета в счет наших долгов перед НАК-Нафтогазом, потому что это тоже государственная компания, вся прибыль которой идет в госбюджет. К сожалению, пока что мы не нашли отклика с той стороны, но тем не менее, знаете, как вода камень точит, мы работаем и тем не менее, я же говорю, несмотря на все сопротивление системы, мы работаем и мы показали, что даже в таких условиях, даже в условиях блокирования нашей деятельности, в условиях арестованных счетов, в условиях всех тех проблем, которые накопились годами, можно остановить эту ситуацию и развернуть ее в другую сторону. Мы сегодня показываем снижение задолженности абсолютно по всем направлениям, по всем показателям. мы реструктуризировали долги с Нак Нафтогаз Украина, тем самым сэкономив городскому бюджету 140 миллионов. Это те деньги, которые мы должны были заплатить, но мы реструктуризировали и заплатили из этих 140 всего 11 и уже выплатили, уже закрыли этот вопрос, тем самым сэкономив городу 140 миллионов. Это те деньги, которые бы если бы мы этого не сделали в этом году, и бы пришлось на следующей сессии выделять и платить из бюджета. Мы сэкономили в этом году 120 миллионов это та сумма выигранных исков, которые мы отбили, то есть мы уменьшили штрафы, пенни там и все возможные претензии к нашему предприятию еще на 120 миллионов. Это уже 270. Удалось снять арест с имущества. Ареста удалось большую часть снять, но еще часть остается, и мы продолжаем работать над этим. Да, ну собственно у нас появилась новая рубрика с вопросами от наших читателей и зрителей, и первая часть вопроса, конечно, касалась счетов нашей зрительницы некой Лилии, и она спрашивает, при установленном за счет жильцов счетчики тепла в доме, они до сих пор платят по максимальному тарифу 27 против тех 18, которые, собственно, показывают их счетчик. Что им делать и почему такая ситуация сложилась? Трудно сейчас ответить, не имея какой-то более детальной информации. Могу сказать одно, что один из возможных вариантов это то, что счетчик, поскольку он установлен за счет жильцов и находится на их балансе, не был вовремя проверен, поверен, прошу прощения, а в такой случае мы действительно выставляем счета по средним данным. Возможно, это как раз речь идет об этом. Если есть у вашего зрителя какая-то более уточняющая информация, пусть вам передадут, а вы уже, соответственно, нам, и мы свяжемся и ответим более детально. Что им нужно сделать в том случае, если он не поверен? Во-первых, смогут ли они пересчитать? Нет, они должны поверить. Мы четко действуем по методике, которая предусмотрена. Они должны поверить счетчик, и тогда мы принимаем их показания к учету. Ну и, собственно, чтобы подытожить наш эфир, можете сказать вкратце, грубо говоря, чего вот, собственно, хронологию того, как вы занимаете пост директора, что изменилось и что нас ждет в будущем? Ну, сегодня, мне кажется, самое главное, нам удалось сохранить коллектив, потому что из всего того, что есть на нашем предприятии, сегодня люди, это самое ценное. Это специалисты, это те кадры, которые многие из них работают всю жизнь на этом предприятии, считая его своим детищем. Нам удалось сохранить рабочие места, нам удалось сохранить коллектив, нам удалось, ну, мне кажется, все-таки у них появилась надежда на изменения к лучшему, потому что эти изменения начали быть ощутимыми. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах, и в следующем году планируем планомерно продолжать улучшать наши финансовые показатели, которые напрямую приведут и к улучшению качества предоставляемых нами услуг. Собственно, вот такая вот ситуация у нас с КПТГО. Спасибо, Анна. Да вам спасибо. Надеюсь, эта передача смогла немного вас успокоить по поводу тех счетов, которые вы еще не получили. В скором времени вы их получите, и в скором времени предприятие предоставит отчет, и мы сможем четко увидеть, что изменилось за прошедший год. На сегодня это все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok